Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают радиостанции Советского Союза! Передаем сообщение так. Сегодня, 12 октября, в 10 часов 30 минут по московскому времени, в Советском Союзе на орбиту спутника Земли новой мощной ракетой-носителем впервые в мире выведен трехместный пилотируемый космический корабль «Восход». На борту космического корабля находится экипаж, состоящий из граждан Советского Союза. Командира корабля, летчика-космонавта, инженер-полковника Комарова Владимира Михайловича и членов экипажа, научного сотрудника космонавта, кандидата технических наук феоктистово Константина Петровича, и врача-космонавта Егорова Бориса Борисовича. Целями нового космического полета являются испытания нового многоместного космического пилотируемого корабля, исследования работоспособности и взаимодействия в полете, группы космонавтов, состоящие из специалистов различных областях науки и техники, проведение научно-фитико-технических исследований в условиях космического полета, продолжение изучения влияния различных факторов космического полета на человеческий организм, проведение расширенных медико-технических исследований в условиях длительного полета. Эти исследования проводятся с помощью установленной наборской аппаратуры при непосредственном участии научного сотрудника, космонавта и врача-космонавта, входящих в состав экипажа корабля. Корабль-спутник «Восход» выйден на орбиту близкой к расчетной. По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 90-1 десятую минуты. Минимальное удаление от поверхности Земли впереде и максимальное вопадея равно, соответственно, 178 и 409 километрам. Угол наклонения плоскости орбиты с плоскостью экватора около 65 градусов. С бортом космического корабля «Восход» поддерживается двухсторонняя радиосвязь. По докладу экипажа корабля товарища Комарова-Феортистова-Егорова весь экипаж вполне удовлетворительно перенес вывод корабля на орбиту и переход в состояние невесомости. Самочувствие товарища Комарова-Феортистова-Егорова хорошее!